СОЛОМОНОВА 4-0 в пользу Солы Моновой. Такой праздник нужно отмечать только на сцене. Невероятный поэтический вечер, а точнее театрализованная вечеринка получилась одновременно яркой, трогательной, веселой, домашней, теплой и нежной. В общем-то, как и сама именинница. Собрала Юлия Соломонова на свой праздник почти 800 гостей. Это и семья, друзья и поклонники. Давайте познакомимся с ними поближе. Хотя некоторых вы знаете очень даже хорошо. Друзья мои, какая именинница? Ну такие гости. Мы встретили случайно на улице у входа Иосифа Пригожина. Иосиф, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, девушка-поэтесса – это что-то неординарное, необычное? Это круто. С фантастическим чувством юмора, позитивное. Вы знаете, пока мы знали парней, например, Семена Слепакова, да, а вот это… Современных мы имеем в виду. Современных, да. А вот в таком формате, с таким хорошим, красивым словом я еще не встречал. Поэтому, мне кажется, в этой части она первая и единственная вера. Певица Валерия восхитилась Юлиным умением все подмечать и понятно это донести до окружающих. Удивительно, вот сила искусства, на самом деле. Видеть в частном общее. Вроде бы написала о себе, а получилось, что обо всех. И очень часто я какие-нибудь стихи ее цитирую своим знакомым девчонкам, подружкам, и все говорят, ой, это, конечно, про меня. Ой, это про меня, и это точно про меня. Вот это, конечно, это просто… Это означает, что талантливо написано. Александр Буйнов, в свою очередь, посоветовал Юле, да и всем девушкам, не переживать по поводу возраста. Слушайте, ну сороковка – это вообще ничто. Я, кстати, до этого сегодняшнего дня и не знал об этом. Сколько ей лет. И вообще… Вот я все спалила вам сейчас, простите. Она такая, такая хулиганистая, такая вот именно девчонка. Мы почему говорим, что поэтому в 40 лет? Мужики, завидуйте тому, что вот есть такая Юля Соломонова. У известного адвоката Сергея Жорина мы спросили, можно ли в день рождения снять с себя хоть немножко ответственности. Ответственность, мне кажется, это вообще… Женщина и ответственность – это противоположные полюса. Обязанность. Женщина перестает быть женщиной после того, когда она нагружается ответственностью. Обязанность тоже такая, как бы, субъективная история. Мне кажется, чем меньше у женщины обязанности и ответственности, тем она более женственная. Верные поклонницы Юли Соломоновой приехали из других городов в Москву, чтобы поздравить любимого автора с днем рождения. Я купила билет в первый ряд, потому что хочу ее видеть вот так. Девушка приехала из Ростова. Юля, к тебе. А девушка Наталья пришла на концерт в свадебном платье с целью мотивировать своего мужчину поскорее сделать предложение. Ну, я так смотрю, вы в курсе, что она много пишет про свадьбы, про замужество, про брак. Так я как раз вот молодого человека пригласила, чтобы он послушал такие и, наконец, уже что-нибудь сделал. Спасибо, страна ФМ, спасибо. И вы видите, сколько вы мне сделали читателей. Он на тебе не женится, близость еще не брак. Время принять решение, время, кто здесь шеврак. Ты с ним везде катаешься, устрицы вино. Сладкая сказка та еще, а предложение ноль. Сам спектакль прошел просто на ура. Но всем было интересно, а что за талантливый молодой человек везде сопровождает Солу. Играет главную мужскую роль на сцене. Оказывается, это родной брат Юли Андрей Соломонов. В такой день мы не смогли не пообщаться с самыми близкими людьми Соломоновой. О том, когда Юля начала писать стихи, рассказывают мама и младший брат Андрей. Папа наш заметил ее талант, когда она начала ему рисовать книжки стихов. Она писала, рисовала книжки сама. И, значит, пока там какие-то, значит, про мухи какие-то. Потом она начала меня, как младшего брата, привлекать не только для игровых, но и для постановок. Четыре года. И она начала меня привлекать уже в таком более стынательном возрасте, чтобы я исполнял ее сценки. У нас были какие-то сценки, и она, значит, заставляла меня исполнять мужские и женские роли. Значит, это женские были самые веселые, потому что я играл царицу-шамаханку. Юля говорила, давай, покажи всем царицу-шамаханку. И вот такая виктиковщина у нас там была в хорошем смысле слова. Это я помню. Ты можешь мне не подавать пальто, и руку при выходе из авто, и шубу не надо дарить соболью. Я сильная женщина, мне не больно. И напоследок, виновница торжества делится с нами своими желаниями. Если бы у тебя была такая возможность, сегодня день рождения, ты готовишь желание, ты бы могла пригласить любого поэта. Вообще любого, вот как живого. Кого бы ты позвала к себе на день рождения? Ну, Игоря Северянина, конечно, потому что я в него была влюблена в школе. Ой, я бы его посадила в первый ряд и завалила бы весь концерт, потому что бы переживала. Дорогие друзья, ну а мы не прощаемся. Если соскучились по хорошим стихам, включайте Страну ФМ, где каждый час звучит соло Монова.